МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как показывает статистика, большинство болезней человека приходится на детство и старость. Со старостью всё понятно, но почему болеют дети? Здравствуйте! Как вы догадались, главной темой нашей сегодняшней программы будут детские проблемы. Чем чаще всего болеют малыши? На что нужно обратить особое внимание? А к чему нужно просто привыкнуть? Ответы на все эти вопросы мы постараемся получить у нашего эксперта. Но об этом через несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как бы парадоксально это ни звучало, но для того, чтобы стать здоровым, любой малыш должен сначала переболеть. Всё дело в иммунитете. В результате перенесённой болезни формируется иммунологическая память, которая сохраняется на многие годы. И при следующей встрече с тем же возбудителем организм уничтожит его немедленно, не дав болезни развиться. В дошкольном возрасте малышей можно условно разделить на три возрастные группы. Груднички с момента рождения и до года, период раннего детского возраста с года до трёх и до школьники. Это дети с трёх до шести лет. И каждому из этих периодов соответствуют не только свои особенности роста, но и свои болезни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас время представить наших сегодняшних гостей. Сегодня о проблемах детского возраста мы поговорим с заведующим филиалом номер 4 Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника врачом-педиатром Ольгой Николаевной Синицыной. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Мария Мамай и Михаил Войтюк. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Традиционно мы нашу передачу начинаем с первого вопроса. Он для вас уже готов. Внимание на экран. Путь развития и утверждения педиатрии как самостоятельной дисциплины был сложным и длительным. Первый в истории труд о природе ребёнка был написан радоначальником медицины Гиппократом в 4 веке до н.э. В последующем о детях, об уходе за ними и их воспитании напишут Цельс, Соран и Гален. А вот когда эта наука стала развиваться как самостоятельная дисциплина и какие имена этому способствовали? Это вопросы для вас. Ребята, для вас прозвучал уже первый вопрос. Можете вспомнить, что вы знаете, покопаться немножечко в истории. А мы начнём нашу беседу. Ольга Николаевна, мы начали с истории. Общеизвестно, что к ребёнку раньше относились как к такому уменьшенной копии взрослого человека. Соответственно, и подходы в лечении были такие же. Что здесь неверно? Ну, наверное, неверно всё. Ребёнок очень отличается от взрослого. У него свои особенности анатомо-физиологические, у него свой метаболизм, у него свои потребности. Даже привычные дозы лекарств считаем мы либо на килограмм массы тела, либо на поверхность тела. Расчёты совершенно другие. Всё отличается. Отличные нормы диагностики. То, что у взрослого может быть нормой, у ребёнка это может быть патологией. Поэтому отличий очень много. Не зря, наверное, и врачи выделены отдельная такая целая категория, каста, да, которая занимается именно детскими болезнями. Что это за врачи? Педиатры действительно это отдельная профессия, отдельная специальность. Но детей имеет право лечить и врач общей практики, и фельдшер. Главное, чтобы у них знания были. Как называется специалист, это не так важно. Главное, чтобы он понимал, что это отдельная личность, отдельный организм, и к нему нужен другой подход. Ну, известны целый ряд таких заболеваний, которые даже называют детские. Корь, краснуха, ветрянка. Почему этими болезнями не только можно, но и даже нужно переболеть ребёнку? Все эти инфекции так исторически сложилось. Они имеют очень яркую клиническую картину, поэтому они известны с доисторических времён. И человечество, ну, так устроено, чаще всего болели дети. И дети переносили эти инфекции легче, а многие осложнения не связывали с этими инфекциями. Ну и надо сказать, что к детским смертям раньше относились более спокойно, более лояльно. И вот эта поговорка, бог дал, бог взял, оно именно относилось к детскому возрасту. Было такое мнение, что это лёгкие инфекции, и ими действительно лучше переболеть в детстве. Однако с развитием научных знаний, с развитием эпидемиологии, вирусологии, стало известно, что это не такие безобидные инфекции, и детям как раз не нужно ими болеть. Существуют прекрасные методы защиты, вакцинация, и правильнее иметь титрантител, конечно, к ним, чем полную клиническую картину. Ольга Николаевна, ну ещё такой очень важный период от года до шести. Это время, когда обычно отправляют деток в детский сад. И у многих родителей уже по этому поводу своеобразный такой страх, что ребёнок пойдёт в детский сад собирать всю инфекцию, будет болеть. Насколько это их тревога обоснована? Особенности формирования иммунной системы ребёнка таковы, что ребёнок должен переболеть, должен приобрести иммунитет, то есть он должен столкнуться с возбудителем. Как он столкнётся с этим возбудителем? С яркой клинической картиной или с тёртой? Но антитела никак по-другому не получить. Их либо получить в качестве прививки, либо наработать собственным трудом. И формирование вот этих коллективного иммунитета, вот этого, когда дети обмениваются между собой микроорганизмами, действительно совпадает с пиком заболеваемости, ну, хотя бы вирусными инфекциями. Да. Это так. Ну, вот так и считается, что ребёнок, придя в детский сад, начинает на себя как бы примерять болезни других детей. Одни родители этого очень боятся и считают, что это нанесёт в последующем вред организму у ребёнка. А другие считают, что это очень хорошо. И вот пускай идёт и болеет. Как вот здесь всё-таки ваше мнение как педиатра? А в мире как раз вот и есть два таких подхода. Ребёнок должен переболеть, мы всё отпускаем, ничего не боимся. Либо если... Дети ведь все очень разные. Кого-то надо и защитить, и оградить. Если ребёнок с врождённым иммунодефицитом или с приобретённым иммунодефицитом, ему не нужны контакты дополнительные с вирусами. Его лучше оградить. Если этот здоровый ребёнок, который планирует активную социальную жизнь, то когда-нибудь он пойдёт в школу и всё равно столкнётся с этими возбудителями. Ну а возраст это... Ведь детский сад это не необходимость, а потребность родителей на время работы, чтобы ребёнок был под присмотром. Поэтому тут уже решает каждый родитель для себя. Спасибо, Ольга Николаевна. Ну я думаю, что у наших ребят было достаточно времени для того, чтобы найти ответ на вопрос. Я вам его напомню. Это было о том времени, когда педиатрия возникла как отдельная дисциплина. И кто приложил к этому руку? Кто будет отвечать на этот вопрос? Мы попробуем коллегиально ответить, да. Кто же первый начнёт? Первый начну я. Пожалуйста, Миша. Педиатрия, как отдельная область медицины, стала развиваться относительно недавно, с 19 века. И предпосылкой для развития этой науки стала высокая детская смертность, которая была обусловлена тем, что детей лечили так же, как и взрослых. И ухаживали за новорождёнными, как акушерки, пребывальные бабушки, и они были далеки от физиологии ребёнка. Положником педиатрии по праву считается Степан Фомич Хатовицкий, профессор медико-хирургической академии города Петербурга, который являлся профессором кафедры акушерства и женских болезней. Он впервые начал читать детские болезни как отдельный курс лекций. Впоследствии в 1847 году он издал его под названием «Педиатрика». И с конца 19-го до начала 20-го века происходит скачок развития педиатрии. В России начинают открываться детские клиники, и вот такой популярной является Елизаветская клиника для малолетних детей. Высокого уровня развития на этом этапе педиатрия достигает благодаря трудам таких учёных, как Филатов и Гундобин. Филатову принадлежит целая плеяда трудов, таких как семиотика детских болезней, их диагностика, учения о желудочно-кишечных заболеваниях и об инфекционных. Гундобин детально изучил и описал физиологию детского организма, что привело к разрушению мифа о том, что ребёнок является миниатюрой взрослого организма, и что ему свойственны не только количественные, но и также качественные изменения. Однако условия царской России, они не создавали достаточные условия для развития педиатрии как науки, что было напрямую связано с недостаточным финансированием педиатрии, так как оно в основном исходило из пожертвований. После Великой Октябрьской революции педиатрия стала выходить на новый уровень, так как финансирование производилось из государственного бюджета. Также стоит отметить в советское время труды таких учёных, как Нил Петрович Спиранский, который описал полностью физиологию новорождённых, уход за ними, особенности их заболеваний, и Георгий Нестерович Кисель, которому принадлежит более 600 трудов. Он описал особенности течения у детей туберкулеза, кишечных заболеваний. Также он вывел на новый уровень профилактику детских заболеваний. Достаточно полный хороший ответ. Не будем терять время, поэтому внимание на экран. Там уже готов для вас второй вопрос. Сбалансированный рацион важен для человека любого возраста, но для ребёнка это имеет особое значение. История медицины знает тому немало примеров. Один из них – история самого умного ребёнка всех времён Кристиана Генриха Хейнекена. Чем он был знаменит и как его погубили очень полезные продукты? Это вопросы для вас. Вопрос для вас прозвучал. Готовьте на него ответ, а мы продолжим наш разговор. Ольга Николаевна, я думаю, что у вас, как у педиатра, есть ответ на мой следующий вопрос. Какими болезнями чаще болеют дети дошкольного возраста? Это вирусные инфекции. Вирусные респираторные инфекции, вирусные инфекции с поражением желудочно-кишечного тракта, либо и то, и другое. Вирусов больше в окружающей среде, к ним важно формирование иммунитета, их великое множество, и поэтому, конечно, чаще всего ребёнок болеет простыми вирусными инфекциями, которые сами проходят при просто уходе без применения медикаментозных средств. Но вот можно было бы говорить о разнице заболеваний до трёх лет, например, и с трёх до шести. Или, в принципе, здесь одни и те же заболевания, частота их такая же. Больше влияет на не возраст, а окружение ребёнка. Если ребёнок до трёх лет не посещает детское учреждение, если ребёнок получает грудное вскармливание, он будет меньше болеть. Кроме того, надо учитывать тот факт, что мы живём в большом городе. Полумиллионный город, достаточно много контактов. Многие родители считают, что если ребёнок сидит дома, он от всего ограждён. Тогда я спрашиваю у родителей, а вы ходите на работу в магазин, пользуетесь ли общественным транспортом? Да, да. Ну, это тоже, так скажем, родители тоже являются входными воротами. То есть пути распространения инфекции уже через родителей. Да. Ну, а если говорить, конечно, о норме, тут трудно говорить, если ребёнок болеет. Но всё-таки сколько раз в течение года ребёнок может переболеть, чтобы у родителей это не вызывало тревогу? Ну, по международным протоколам для большого города, если ребёнок посещает детский коллектив, то раз в месяц у него, возможно, вирусное заболевание. Наши стандарты немножко другие. У нас раз в два месяца. Значит, ну, понимая, что если есть какой-то фактор, ну, вот группа вроде сформирована, дети вроде все переболели, пришёл новый ребёнок, и понятно, что новая волна инфекции пошла. Если вирусные инфекции проходят 5, 7, 10 дней без применения антибактериальной терапии, без осложнений, тревожиться не надо. Ну, так формируется детский иммунитет. Если каждая простуда вливается в бронхит или воспаление лёгких, или есть другие какие-то осложнения, например, пилонефрит, или гнойный отит, тогда нужно обратиться всё-таки к специалистам и проверить уровень иммунитета. Ольга Николаевна, ну, вот в так называемый сопливый период тяжело избежать, если, например, в группе детского сяди, где 15-20 человек, кто-то недолечился. Ребёнок приходит в коллектив, и вот он является уже источником инфицирования для других детей. А для него самого, чем опасна эта вот такая хронизация, может быть, этой инфекции? Ну, хронизация на самом деле бывает очень редко. У детей всё-таки чаще всего повторная респираторная инфекция вследствие контакта с новым вирусом. Вы знаете, во многих странах очень спокойно относятся к так называемым рецидивирующим вирусным инфекциям. Вот, например, в Германии ребёнок имеет право посещать детское учреждение и с насморком, и с кашлем, если у него температура не выше 38. И это связано не с какими-то ограничениями, это именно связано с комфортом данного ребёнка. Потому что вероятность столкнуться с вирусом велика в любых других, в развивающих центрах, в кинотеатре, на площадке, на детской. Это всё очень философски. Да, да. Поэтому растить ребёнка в большом городе, изолированном от инфекции, наверное, не стоит. Ольга Николаевна, давайте послушаем ответ наших ребят на второй вопрос. Я напомню, вопрос был о несбалансированном питании и о возможности его неблагоприятного влияния на организм ребёнка. Кто будет отвечать? Давайте начну я. Пожалуйста, Маша. Речь пойдёт о крестьяне Генрихе Хеннекине. Это гениальный мальчик, родившийся в 1726 году на севере Германии. Этот мальчик к десяти месяцам уже мог строить членораздельное предложение. К двум годам он знал основные моменты Библии, Священного Писания, мог цитировать строки Священного Писания. Он знал историю религии и церкви, знал всемирную историю, мог свободно говорить на французском, языке и латыни. К четырём годам этот гениальный мальчик уже собирал целые залы студентов и читал лекции. Удивительно, что сам король Фредерик Четвёртый Датский, познакомившись с этим мальчиком, дал ему прозвище «Чудо-мальчик». Он настолько был поражён его интеллектом. Мальчик умер в возрасте четырёх лет от заболевания целиакия. Врачи в то время ещё не знали об этом заболевании. В возрасте четырёх лет он стал испытывать слабость, он резко похудел. Раньше он писал для короля Фредерика Четвёртого Датского пером морские карты. Однако впоследствии он не смог удержать перо даже в течение нескольких минут. Он лежал ослабленный на кровати, к нему присоединилась бессонница, снижение аппетита, его мучили боли в мышцах и суставах. А потом к нему присоединилась психоз, чистоплотный психоз. Он просил, чтобы его всё время промывали чистой тёплой водой каждые 30 минут, каждый час. Врачи не смогли его спасти, и он умер. Причина его смерти крылась в том, что он всё время кушал каши, состоящие из зюрин, ячменя, пшеницы и ржи. Его тётя, которая являлась ему няней, она хотела воспитать христианина. То есть она его огоражила от еды животного происхождения и давала ему только каши. Лекари того времени заметили, что ребёнок слабеет, и возможно, это от питания. Они пытались дать ребёнку новую диету, добавить туда мясо, но родители отказывались, потому что пытались угодить всё-таки няне, потому что ребёнок очень любил няню, очень уважал её, однако это его и погубило. Телиакия – это иммунологическое заболевание, которое связано с тем, что белок, глютен, находящийся в зёрнах пшеницы, ржа и очменя, он вызывает образование аутентител в организме человека, который употребляет эти продукты. Эти аутентитела, они начинают атаковать тонкий кишечник, а точнее слизистую ворсин тонкого кишечника. Это всё приводит к тому, что нарушается всасывание питательных веществ. Ребёнок начинает слабеть, истощаться, нарушаются процессы роста и развития организма, ухудшается нервная система, опорно-двигательная, пищеварительная и так далее. И если ребёнку не включить диету, которая исключает продукты из семён ржа, ржи, пшеницы и очменя, то это может привести к трагичным последствиям на примере вот этого мальчика. Ребята, спасибо большое. Действительно, такой очень печальный, но поучительный пример из истории. Ольга Николаевна, ну давайте мы с вами тоже поговорим немножко о сбалансированном питании, насколько оно важное для ребёнка от трёх до шести лет и без каких продуктов в общем-то в этом возрасте ребёнок не может обойтись. Питание сбалансированное важно в любом возрасте. И в новорождённом, и в младшем возрасте, и с трёх до шести, и во взрослом возрасте всегда питаться нужно сбалансированно. Особенности детского возраста связаны с тем, что при рождении у человека и у человеческого детёныша работают не все ферментативные системы. Хорошим заменителем ферментативных систем является грудное молоко, которое содержит ферменты и само себя переваривает. И разнообразная диета матери готовит ребёнка к введению пищи и готовит его к прикорму. Когда вводятся продукты, вот очень важно, чтобы ребёнок в возрасте от года до двух попробовал много разнообразных продуктов, чтобы запустить ферментные системы. И если, вот предположу, ребёнка в четыре года начали лечить впервые мясом, у него просто оно даже и перевариваться сразу бы не начало, потому что не запущены вовремя ферментативные системы. Ну а с трёх до шести очень важный период, когда ребёнок адаптируется к взрослой пище. Это уже не только, это не должна быть протёртая пища, это уже допустимо смешение салаты. Ведь дети очень любят монокомпонентную еду и к сложным гарнирам, к сложным салатам испытывают, ну вполне физиологически оправданное отвращение. А с возраста с трёх до шести очень важно разнообразить рацион ребёнка. В рационе обязательно должны быть молочные продукты, фрукты, овощи, зерно, ну каши и источник белка, мясо, рыба, яйца. Специи по-прежнему умеренные, они должны быть, вкус должен формироваться, но диетические рекомендации от года в год меняются. Чем дальше развивается наука, чем больше мы принимаем доказательную медицину, если раньше в рацион не детей была такая рекомендация, как соки, сейчас этот продукт под запретом в детском возрасте, поскольку соки имеют очень высокий гликемический индекс и являются избытком, содержат избыток фруктовых кислот, поэтому именно в детском возрасте всё-таки к ним нужно относиться очень аккуратно с ограничением. Ольга Николаевна, у многих малышей проблемы начинаются от избытка родительской и бабушка-дедушкиной любви. Чем вот эта вот ещё одна ложечка может быть для ребёнка опасна? Вообще, любовь, она должна на чём-то основываться. Одна ложечка, лишняя кофточка, и ребёнок перегрет, перекормлен, малоподвижен. И это влечёт в серьёзное нарушение обмена, и очень важно, это влечёт лишняя ложечка, влечёт нарушение пищевого поведения. Мы никогда не знаем, как это окнется, или этот ребёнок будет переедать, или это, наоборот, не сможет принимать пищу. Поэтому мы рекомендуем очень бережно относиться к ребёнку и относиться как к личности. Когда вы приходите в гости и говорите, что, допустим, вы пьёте только зелёный чай, и тут выстраивается 15 человек и говорит, нет, ты не права, надо выпить чёрного, надо выпить кофе, нет, лучше молока, а лучше всё вместе. Почему-то взрослому мы оставляем право выбора, а ребёнку нет. Здоровый ребёнок имеет свой вкус, свои пристрастия и тоже имеет право выбора. Ольга Николаевна, какие принципы должны использовать родители, бабушки, дедушки, чтобы всё-таки заложить основу здоровья ребёнка? Этих принципов несколько. гигиена. Гигиена должна быть, но должна быть разумной. Уже на сегодняшний день доказано, что излишняя стерильность домашнего жилища привела, к сожалению, к росту детских лейкозов. То есть дома должно быть чисто, но не стерильно. Руки должны быть вымыты, но мыло должно быть обыкновенное, не антибактериальное. То есть мы сохраняем естественную микробиоту ребёнка, его кожных покровов, его желудочно-кишечного тракта. Закаливание. Закаливание должно быть с самого рождения. Это не должны быть какие-то стрессовые манипуляции, но позвольте ладошкам ребёнка и стопам ребёнка оставаться раздетыми. Уберите, пожалуйста, носочки и варежки. На стопах и ладонях в 30 раз больше терморецепторов, и это будет адекватная терморегуляция. На ребёнке всегда должно быть надето на один слой одежды меньше. Новорождённому нужно в 2,5 раза больше кислорода, чем взрослому. Поэтому помещение должно быть проветривым, насыщенно кислородом, не должно быть ограничивающих дыхание бортиков, мягких игрушек, подушек, одеял. Питание должно быть правильным, адекватным, разнообразным. И в то же время оно должно быть адаптированным к нормальной жизни. Нельзя перетирать питание здоровому годовалому ребёнку. С 10 месяцев он должен научиться есть кусочками. К году он должен хорошо жевать, пользоваться столовыми приборами. После года у ребёнка в обиходе должна быть чашка, а не паильник и не бутылочка. Потому что из бутылочки легко льётся жидкость, и ребёнок растягивает свой желудок. Это никому не нужно. Не должно быть в питании лёгких углеводов. Мне иногда кажется, что спонсор чупа-чупсов это стоматологи, что мы не выходили и у них была работа. У детей не должно быть сладостей. И еда это еда. Это едой нельзя наказывать, едой нельзя заставлять что-то сделать. Вот ты уберёшь, я тебе дам конфетку. Это должно быть два разных момента. Приём пищи и воспитание, они должны быть разграничены. У детей для нормального развития, интеллектуального в том числе, должна быть хорошая физическая активность. То есть ребёнок должен двигаться, шалить, ползать, лазать, бегать, прыгать. Для этого ему нужно безопасное пространство. Убрать кипяток, убрать потенциально опасные вещи с окружения ребёнка. В этом и есть секрет здорового детства. Ну и плюс профилактические прививки. Ольга Николаевна, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Ребята, вам большое спасибо и до новых встреч. Лучший способ сделать ребёнка хорошим – это сделать его счастливым, говорил Оскар Уальт. И был абсолютно прав. Но ещё более важно заложить у него основы здоровья на долгие годы вперёд. Берегите себя и ваших детей. Не болейте, а если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова